чао всем всем кто вообще имеет возможность сидеть возле компьютера в такое время сегодня у нас воскресенье 30 апреля так хорошо на улице даже самому захотелось выйти и выехать на какую-то природу но сейчас пойду в другое место потом расскажу как-нибудь попросила меня уже вот несколько человек мне так что много хочу сказать где-то человек шесть или семь за последний месяц рассказать свое мнение вообще о платин коине можно покурю нибудь возражать а платин коине вообще в целом хочется поговорить о млм на криптовалютах правда это да курить вредно согласен между ты же сам был курильщиком и может быть я когда-нибудь последует твоему примеру брошу расскажу про млм криптовалюты в чем правда в чем вымысел и какая их судьба в принципе да вообще давайте будем ориентироваться на всем том что уже присутствовал в нашей жизни давайте возьмем другие млм на криптовалюты которые были ну вот например на слуху последние несколько лет что там было в one coin он сих пор присутствует на слуху потом сискоин с двумя буквами с одним буквы с одной буквой с кстати то что с двумя буквами с как раз таки имеет прямое отношение к платин коина то есть по моему насколько я понимаю там создатели одинаковым те же люди его толкают в принципе по крайней мере это я это я видел потом кто там еще в x coin на конференции которого мы были в таиланде вот феврале и все эти шляпы коин они реально не выходили на настоящие международные биржи такие там ну даже возьмем тот же вот один из самых крупных одна из самых крупных бирж на которые я торгую полоник то есть полоник даже не рассматривает такие говно коины но теперь давайте перейдем к другой составляющей к млм на составляющей почему но она никому нафиг не интересно то есть люди сегодня не готовы платить 30 40 или 50 процентов от стоимости монеты в сеть то есть ну вот вы представляете появляется сегодня фантик фантик который создал вася и вася начинает его продавать по сети и конечному потребителю достается в два раза дороже потому что половина стоимость этого фантика распределяется по сети снизу вверх то есть грубо говоря по пирамидальной сети по млм сети для того чтобы такая криптовалюта пошла в то есть в принципе можно было бы платить эти комиссии если бы предложили бы реально что-то ну что-то по-настоящему ценное какой-то инструмент какую-то технологию какой-то продукт на основании криптовалюты но все что мы видим в этих криптовалютах это просто вымысел 5000 тонн золота обеспечивают обеспечивают платин коин ну ребят это даже звучит глупо вообще 5000 тонн золота не знаю кто ведется на такой бред короче говоря если вы хотите срубить бабки при условии если у вас их нет то тогда конечно же платин коины и различные коины вам могут подойти потому что вы можете заработать именно как раз таки на млм составляющей добро брошу стат брошу как-нибудь сейчас кстати в тренажер поеду решил все-таки заняться собой а давно пора снова сяду на энерджи диет диету и тренажерный зал вчера купил абонемент вот так что ну ребят здесь конечно же не он не может быть однозначных решений да то что то что было то что вот было например за все последующие годы до неудачные какие-то монеты млм и монеты такие как ванкойн которые даже которые везде кричат о своей уникальности о том что за ними будущее их ни одна биржа не берет нормальная вот но это не говорит о том конечно что в будущем такого не может появиться может но если они создадут реально нормальный продукт но эти люди которые создают млм и криптовалюты они не умеют создавать хороших криптовалют понимаете в чем дело я был на блокчейн конференции и я вам так скажу сегодня любой проект вот взять любой хайп проект любую пирамиду создать посадить внутрянку на криптографические инструменты с умным контрактом цена вот этого вопроса вот пяти тысяч долларов то есть допустим вы создаете сегодня говно хайп за 20 тысяч рублей и хотите чтобы внутрянка у него была являлась криптовалютой то есть на гитхабе там открытый код и все дела пятерка зелени у вас там вообще будет крипта на основе эфириума еще и с умным контрактом вообще без проблем то есть это не какие-то не какая-то уникальная фишка как там это было еще там раньше так что однозначного конечно решение сказать что платим коин это говно коин но я не могу потому что я не разбирался в этом я не хочу в этом то есть сейчас смотреть эти вебинары мне достаточно уже того опыта который я имею с предыдущими проектами и понимание того кто этот проект развивает и кто его толкает и на каких просторах он появляется достаточно посмотреть мотивацию и стилистику тех видеороликов которые они записывают я почитал несколько статей написано инновационная криптовалюта будущего что в ней что в ней блин инновационного они никто не из них не может ответить насколько я понял она даже майнится не будет они хвастаются тем что не 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 стекинги не майнинг типа у нас тут этого не будет все прошлом так что что получается что она уже вся готова вся эмиссия произошла они утверждают что сейчас продажа идет по 10 центов и уже через два месяца она будет стоить больше 50 долларов на основании блять чего скажите на основании чего какого хрена просто потому что им так захотелось но если им так захотелось то это уже просто финансовая пирамида и вообще так не делается то есть настоящие криптовалюты с реальным продуктом каким образом они запускаются классе классическая схема рождается какая-то идея группа программистов именно крипто программистов рождают идею создают какой-то продукт на базе криптовалюты начинают одним работать после того как он более-менее готов идея концепция уже сгенерирована они начинают этап краудсейла то есть переходят это все дело на айси о собирают людей деньги то сделать предварительные продажи для того чтобы вложить собранные финансы в дальнейшую разработку и в продвижению криф продвижение криптовалюты на различные рекламные про площадки и и бирже вот несколько месяцев после завершения и всего криптовалюта выходит на биржу и когда криптовалюта реально интересная инновационная выходит на биржу то есть сама само присутствие на какой-то крупной бирже уже обеспечивает приток десятки и сотни миллионов долларов даже на том же полониксе в принципе там по моему любая криптовалюта которую возьмем даже самое самое не популярно торгуется в день объемами не менее 100 тысяч долларов это только на одном полониксе то есть вот так запускаются реальные криптовалюты какое-то остальное вот говно говно коины это млм коины которые в принципе ничем не отличаются от обычного хайпа просто внутрянка она имеет криптографическую основу все вообще и это стоит не так уж и дорого очнитесь ребят ну то есть как бы я это разные сферы и не нужно рассказывать о том что обладатели платин коина там завтра станут супер-пупер миллионерами конечно это можно приводить в пример зильбер коэн но это ну это отчасти создано искусственно то есть то что там происходило вот как бы там нагнали хайпа хорошего тоже на неграмотности на незнание векс коэн вот например но это же вообще просто да а у е векс коэн но это просто от ас вообще и мы были в таиланде с владиславом на этом векс коине блин какая бредовая идея просто бредятина криптовалюта векс коэн первая мини в мире криптовалюта которая заботится об окружающей среде почему мы спрашиваем да потому что она майнится посом то есть грубо говоря пос кстати вот на данный момент технология пос она просто испохаблена вот хайп монетами потому что ну это по сути обычный хайп грубо говоря что такое посы для того чтобы вот сразу чтобы вам было больше понимания вы пришли например купили определенное количество монет и вам на это количество монет падает процент почему числа в квесте у себя не делают крипту внутрянку то что он не дурак наверное вот то есть грубо говоря то же самое если вы приходите в хайп без криптовалюты и вам на ваш депозит тоже падают проценты вот они так вот используют пост технологии и говорят о том что там они заботятся об окружающей среде тоже везде россказни присутствуют о том что они будут присутствовать на всех там самых крутых крипто биржах ребят на этих биржах их нет а есть биржи хайп бирже вот так допустим как лайфкоин например вот создайте сегодня криптовалюту если вы хотите попасть на лайфкоин это стоит 2 биткоина без шуток вообще информация точная 2 битка платите владельцу лайфкоина и ваша криптовалюта будет на этой хайп бирже и также не забывайте о том что такие биржи тоже имеют имеют возможность тоже сосками короче здесь много нюансов ребят млм на и коины они как правило нихера не стоят для внешнего мира они стоят только для участников и мылом сети да то есть которые в нее верят все вообще остальное это бред ну если вы хотите инвестировать криптовалюты ну тратьте хотя бы немножко времени своего на самом деле не так сложно читайте статьи новости разные порталы маркет такой чтобы людей привлекать людям всегда нужна новизна хайп и устарели давайте сделаем крипту да все верно все верно денис это что же рынок он тоже не стоит на месте и в хайп индустрии тоже каждый день пытаются придумать какую-то новую идею какую-то новую идею на которую можно подсадить лохов вот все дело в том что я не принимаю например тот тип продвижения в хайпах которые подразумевают например россказни о великом будущем что это будет там этот эта монета или еще что-то там будет приносить десятки тысяч процентов или что ну просто не без всяких объяснений или что например этот хайп будет работать 400 лет как это делали в меркурии да юра согласен то есть я не принимаю такую позицию ребят заработать можно везде и в говно коине тоже можно заработать то есть примите это правда я вообще не отрицаю я уверен что и в платин коине думаю будут люди которые хорошо поднимут бабла нормально заработают ну просто есть такая вероятность что и пассивные участники тоже может быть заработают то есть я не отрицаю этого все может быть то есть как бы на схеме понции вообще много чего работает и вот еще в заключение сейчас уже пора уходить мне заключение скажу буквально пару слов возьмем например чат есть один там обсуждают вот бы найти хайп проект точнее хайп проекта проект делают реально торгуют на биржах на крипто биржах ребята оно вам надо то есть вообще на самом деле торговля на биржах несет за собой определенные риски и если например возьмем какой-то хайп средний процент не который будет еще и этими деньгами то есть у него есть фиксированный процент по обязанностям да если этими деньгами которые я вложил еще будут что-то там торговать но не знаю по моему это только повысит риски вообще то есть если какой-то небольшой доли если прям там верняковый инсайт тогда да да самое смешное вот том то и дело в этом то и дело что уже выставляют цену ладно ребят я мне не пора бежать честно я бы с удовольствием поговорил порассуждал ну вот как бы просто ориентируйтесь на историю посмотрите на все и на все эти вещи я ни в коем случае не хочу обосрать там платин coin просто я говорю о том что это млм на крипто и будущего во внешнем мире у нее скорее всего нет вот это все просто красивая история и давление на жадность и на необразованность если хотите там строить бизнес это возможно стройте просто стройте честно вот и все то есть там куча других возможностей которые которые вы реально можно показать людям заработок на тот же на той же сети например так что показывайте это если хотите развивать тот же платин coin я думаю люди вам будут благодарны если вы будете говорить правду ладно ребят все всем пока спасибо за внимание я думаю что сегодня увидимся